Агент 47 элегантно устранял цели с момента своего дебюта в 2000 году, но в 2016 году сериал претерпел мягкую перезагрузку, сделав больший акцент на импровизированном открытом убийстве. Теперь Hitman 3 стремится завершить трилогию, одновременно облегчая новичкам, как никогда, возможность встать на место одного из самых смертоносных убийц в мире. Вскоре после того, как Hitman 2, агент 47 и Лукас Грей начинают охоту на оставшихся лидеров Провиденса, теневой организации, дергающей за ниточки мировых дел. Куратор 47-го Диана Бёрнвуд обнаруживает, что сомневается в своей лояльности, и последующие события раскрывают понимание прошлого 47-го, а также его давних отношений с Дианой. Кат-сцены и брифинги по заданиям добавляют контекст к каждому из ваших заданий, многие из которых имеют тонкие связи с предыдущими местами и персонажами, которые помогают придать вес прошлым заданиям 47. Истории миссии возвращаются, позволяя вам находить творческие способы убить каждую метку, и они остаются идеальным способом раскрыть еще больше скрытых деталей о мире убийств. Они часто приводят к второстепенным персонажам, которые дополняют основное повествование и позволяют 47-му комически приблизиться к своим целям. Баланс между мрачным, серьезным тоном истории умело сочетается с потенциальными махинациями от абсурдных костюмов и оружия, если ты решишь принять эту сторону Hitman. Один из самых важных элементов любой игры Hitman — это локации. Шесть богато детализированных этапов предлагают уникальные способы охоты и уничтожения целей. Торжественное открытие самого высокого здания в Дубае открывает захватывающий дух виды, независимо от того, находитесь вы внутри или снаружи. Поместье Торнбридж в Дартмуре наверняка понравится фанатам, которые видят, как 47 проникает на территорию в качестве частного детектива, чтобы раскрыть дело об убийстве. А позже Ночной клуб в Берлине поручит тебе сначала идентифицировать каждую цель среди хаотичной толпы, прежде чем устранять их. Каждая миссия кардинально отличается от остальных, и это до того, как вы учтете, насколько по-разному все они ощущаются в последующих прохождениях с разными отправными точками, оружием и подходами. Завершение кампании занимает всего около 8-10 часов, но повторение миссий сильно стимулируется. В игре всегда так много переменных, что даже когда ты думаешь, что у тебя есть надежный план, ты можешь обнаружить, что отвлекаешься или попадаешь в совершенно другой сценарий. Подслушивание разговоров, слежка за, казалось бы, незначительными НПК, обнаружение охранником или обнаружение скрытых путей могут привести к ряду неожиданных ситуаций, и то, как вы решите действовать в данный момент, решит, насколько вы действительно профессионал. Повторные миссии всегда были большой частью трилогии, но локации здесь кажутся более динамичными и многоуровневыми, что делает перспективу еще более заманчивой. Успешное выполнение миссии дает опыт, который повышает ваш уровень мастерства для этого этапа, открывает новое оружие, гаджеты, инструменты и стартовые зоны, а также маскировку, которую можно использовать в любой миссии. Дополнительные задачи, такие как использование определенного оружия или маскировки, чтобы убить цель, дают дополнительный опыт и, что более важно, добавляют достаточно указаний, чтобы заложить идеи в вашу голову для будущих ударов. Множество изменяемых вариантов и трудностей гарантируют, что ты сможешь соответствующим образом адаптировать свой опыт. Три уровня сложности влияют на агрессивность искусственного интеллекта, количество охранников и камер, и самое главное, они ограничивают количество раз, когда вы можете сэкономить, что еще больше поощряет адаптивность. Существует звездный баланс между способностью манипулировать охранниками и тем, чтобы они действовали правдоподобно, что делает каждое успешное попадание чрезвычайно приятным. Механический Hitman 3 похож на две предыдущие игры. Смешивание с широким ассортиментом маскировки остается наиболее эффективным способом приблизиться к цели, в то время как на месте можно приобрести обширный арсенал смертоносного и несмертельного оружия. Обостренные инстинкты 47-го позволяют ему выделять интересные объекты, в то время как хранение тел в контейнерах оставляет след холодным. Если ситуация выйдет из-под контроля, ты можешь переключиться на огнестрельное оружие и уничтожить оппозицию, но это плохо отразится на результатах миссий. Теперь у тебя тоже есть камера, которую можно использовать для обнаружения конфиденциальной информации о каждом местоположении. Кроме того, некоторые объекты в средах могут быть взломаны, например, гигантские окна и компьютеры, и информация может быть отправлена обратно вашим обработчикам для получения большего контекста или дополнительных целей. Скрытые постоянные ярлыки также могут быть разблокированы, чтобы облегчить доступ при возвращении к ранее завершенным местоположениям. Hitman 3 не изобретает устоявшуюся формулу, и хотя несколько дополнений имеют смысл, было бы неплохо увидеть еще несколько заметных обновлений, возможностей 47, арсенала или игровых режимов. Игроки, которые владеют двумя предыдущими играми, могут импортировать свой прогресс и в полной мере использовать свой накопленный арсенал. Подключение к старому контенту было запутанным процессом для многих игроков, но в случае успеха оружия, заработанное в Hitman 3, можно использовать в прошлых миссиях, предлагая новые способы взаимодействия с прошлыми локациями, гарантируя, что они выглядят лучше, чем когда-либо. Окружающая среда потрясающая, с исключительным использованием цвета и освещения, которые выделяют каждую сцену. Все предыдущие этапы Hitman 1 и 2 были обновлены, в первую очередь благодаря улучшенной анимации и отражениям. Есть несколько спорадических сбоев в работе, но ничего достаточно серьезного, чтобы поставить под угрозу миссию. С точки зрения диверсии, режим призрака был полностью удален, в то время как снайпа Assassin теперь доступен только для одиночной игры. Эскалация и контракты в основном остаются прежними, причем каждый режим предлагает больше способов оставаться вовлеченным еще долго после того, как начнутся титры. Эскалация подвергает твои навыки испытанию со все более сложными параметрами и ограничениями, в то время как контракты позволяют тебе создавать свои собственные миссии и делиться ими. На данный момент культовые неуловимые цели еще не раскрылись, но IO пообещал изменения и дополнительную информацию в ближайшие недели. Hitman 3 – отличное завершение трилогии «Мир убийств». Каждая миссия кардинально отличается благодаря исключительному дизайну уровней, который предоставляет бесчисленные тайны для раскрытия и возможности для игры. История подходит к приятному завершению, но даже если вы новичок в мире 47-х ловких убийств и мрачной комедии, никогда не было более подходящего времени, чтобы прицелиться. Обзоры Easy Allies становятся возможными благодаря таким же щедрым зрителям, как ты. Если тебе нравится то, что ты видишь, посмотри patreon.com.aclis, чтобы помочь нам зарабатывать больше. Всего за 1 доллар в месяц ты можешь получить доступ к еженедельным обновлениям, обсуждениям спойлеров и эксклюзивным шоу.